Я всех приветствую на канале Страйбыт. Сегодня вы вместе с нами сможете быть малярами, научимся красить. Всему научитесь. Наблюдать, как она меняет цвет. Такой какой-то голубий знак. Зеленее. Ага, и зеленее на камеру. Короче, херня. Да такие цветы. На всю эту деревню такой летней кухни нет. Уже есть одна. Соседи обзавидуются все. Отчет по сделанной работе. Покрасили потолок в первый слой. Сейчас багетики позамазывали. Бултики позамазывали шпаклевкой. Чуть подсохло. Сейчас обшкрябываем. И будем красить. Багетики кисточкой пройдем. Все, щелочки позамазывались. На сегодня еще задача осталась покрасить багетик. И покрасить во второй слой потолок. Часа уже полтора-два прошло. Попили кофейку пока. Чуть отдохнули. На магазин. Сходили по печеньке на магазин. Сейчас это покрасим. И пойдем отдыхать. На завтра еще много работы. Еще же вытяжку завтра вставить надо. Покрасим все, чтобы было красивенько. Чтобы было как в горы. Плинтусики покрасили. Потолок. Витя докрашивает вторым слоем. Вот такой вот потолочек получился. Беленький. С рисунком. ПСБ-листы. Такие рисуночек чуть поддают. Гипсокартоном. Тут потолок смысла не было делать. Здесь такое больше хозяйственное помещение. Ну кушать-то они здесь варят. Кто-то не живет. Кроме котов. Просто кушать сварили. Покушали. Пошли. Пахах-то куда по хозяйству. И это сырости много. Картон мог, конечно, отсыливать и провисать. И USB на счет этого лучше нам. Четвертый день начался. Наших трудовых будней. На этом объекте. Стены высохли. По-богу. Ну немножко там в углах. Еще сырое. Сейчас пока. Откосики позатираем. Покрасим. Откосы высохли. Стены в принципе тоже почти везде высохли. Только там в углах пооставалось немножко. Потолок в два слоя покрасили. Потолок готов. Надо лампочки повстрекать, чтобы они не мешали. Все, не будем тратить? Третьим? И пройдем еще в третий слой. Нас просты. Как? В общем, сейчас хозяев спросим, что они. Ихнюю точку зрения узнаем. Чтобы стать профессиональным маляром, нужно желание. Чтобы были две руки и росли. Оттуда, откуда надо. Ну а все остальное приходит с опытом. Вчера тоже вроде бы все нормально. Шли-шли. Шпаклевали. Потом в самом конце. Что она там в мешок попала? Какие-то козявки попали. Кормушки. И последний замес. Тут попадут окнами. Таких царапин проделывал. Что просто ужас. Сегодня он терли-терли. Все равно они немножко пооставали. Сейчас придется еще и замешивать. Пару жмейных замесить надо. Позаделывать. А так, в общем, позатирали уже. Сейчас будем заметать, убирать. Где подмажем углы. Таким еще не досохли. Но сеточками, терками не получается сырое затирать. Они сразу забиваются. Ну так, спательком пошкрябали, где подтерели. И, в общем, дело идет к логическому завершению. Да, к логическому завершению. Будем красить. Оставайтесь с нами. Увидите красить. Как шпаклевать. Надеюсь, уже научились. Теперь будем учиться, как красить. Карнизики прикрутили. Потолочные. Светильники уже стоят на своих местах. Все, потолочек уже у нас получается готов. Вытяжка. Сейчас включим. Хоп. Вот. Вытяжка. Урезали, вставили. Чтобы вытягивало сюда всякую влагу. Нашли мы к ответственному мероприятию. Будем заколачивать краску из колором в цвет. Значит, здесь у нас 20 квадратов, грубо говоря, стен. Розход краски. Один литр краски на 3 квадратных метра. Вот так. Так, соответственно, нам надо сюда где-то 6,5 литров краски. Ну вот мы покрасили откосы беленьким, потолок беленьким. И смедра где-то здесь осталось, где-то литров 7. Так, калор. Выбираем цвет на калоре. Здесь у нас, вот, чтобы развести в средний цвет, нам нужно 2 таких баночки. Всё. Берём 3 баночки. Выливаем. Немножко краски беленькой отлили. В баночку где-то с полу литра. Так, на всякий случай, где-то будет подкрасить от кофе. И выливаем. И второй. Калор чуть-чуть. Я бы сказал, что в своём мнении не так ругаться на камеру нельзя. Ты про Китайцева, я бы сказал. Не, что сплошная обдурила лакуя. Только другим и словам, да? Да. Берём ленчик и колотим. На второй оно лучше колотило. На второй скорости, конечно, намного лучше колотилось. Сейчас будем сразу наблюдать, как оно меняет цвет. По идее, он должен быть такой кислотный, красивый цвет. Обалденный цвет, друзья. Да. В общем, вот так вот. Кому понравилось, ставьте лайки. Смотрите дальше. Упогрунтованные стены. Мы всегда в первый слой краски берём грунт, наливаем. Потом в него вьём краску. И вот первый слой уже ляжет такой. А вторым слоем без грунта, без добавления воды, уже вторым слоем наносить напрямую. Вот какой он будет на стене. Первый слой он в любом случае нужен для того, чтобы она пропиталась хорошо, чтобы удержалась, чтобы не отпадала. А уже второй слой дает именно сам цвет, оттенок цвет. А этот стартовый возле плинтуса пройдём кисточкой. Сейчас запачку. После нанесения первого слоя краски, вот такой цвет получился, насыщенный цвет такой, классный. А на камеру передаётся как с голубизной. Такой какой с голубизной. И зеленей он. Ага, и зеленей на камеру. Короче, херня. Не такие цветы. Лучше, чем на камеру даже. А, так представь, он... Да, он такие ярко-салатовый, кислотный цвет. А на камеру он такой с голубизной какой-то. Чекамера такая с голубизной. Ну, в общем, вот так вот первый слой мы нанесли. Всё, сейчас так как-то хочется вместе с потолком заснять. Сочетание белого. Светильнички вот какие. На всю эту деревню такой летней кухни нет. Уже есть. Одно. Тут соседи обзавидуются все. Так, отоцените лайком. Кто не подписан, подпишитесь. Поддержите канал. Жмите колокольчик. Уведомления все. Чтобы не пропускать видео. Сезон начался уже. Так что работа пойдет. Будет больше видео. Всё, мы закончили ремонт. Сейчас глянем, как у нас всё получилось. Вот вторым слоем прошли. Розетки, выключатели стоят. Вытяжка стоит. Вытяжка работает. Гудит, крутится. Всё, трубу они покрасят. Хоть белым, хоть зелёным. Сказали, покрасят. Так вот всё у нас вышло. Хозяева довольные. Говорят, где вы раньше были. Что раньше не сделали им здесь ремонт. Они здесь мучились. Каждый год оно всё отваливалось. Обсыпалось. Теперь дверной откос. Тут под зелёным покрасили. Чтобы там не пачкался. Вот так. Вот такой получилась летняя кухонька. Всё. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Всем всего хорошего. Продолжение следует.